Друзья, всем привет! С вами снова Светлана Енчева и вы на моем канале «Приехать в Болгарию». Сегодня у нас хоть и солнечно, но очень холодно. Уже несколько дней стоит минусовая температура. Для Болгарии это вообще катастрофа. Спала я сегодня в меховом халатике, штанах и шерстяных ножках. Вы себе не поверите. Вот, такие вот дела. Поэтому, если живете в Болгарии, выбирайте квартиру либо с отоплением, либо на последнем этаже, чтобы можно было сделать себе камин и спокойненько греться в нормальной обстановке. Значит, сегодня будем говорить о том, какие же у нас в Болгарии новости. Ну и обсудим, конечно, задержание Навального и посмотрим, как это будет связано с открытием границ Евросоюза. Итак, друзья, новость первая. Вчера министр туризма Республики Болгария проинспектировала аэропорт города Бургаса на предмет строительства там помещения для проведения экспресс-тестов на коронавирус. Значит, ей журналисты задали вопрос, простой очень, да, чего ждать этим летом? Будут ли открыты границы? И министр туризма ответила следующее. Значит, лето 2021 года ничем не будет отличаться от лета 2020 года. То бишь, рассчитывает она больше на внутренний туризм, на туристов из Евросоюза. Вот, и, то есть, ожидать нужно того, что с Россией границы открыты так и не будут. Вот, это первая новость. Вторая новость у нас из области паники, паникерства. Сразу скажу, что я ее не проверяла, да, для меня эта новость как бы, ну, она из рода сплетен, но, тем не менее, она имеет под собой некую логическую основу. Говорят люди о том, здесь в Болгарии, что ВНЖ по пенсионному и ВНЖ по торговскому представительству как основание потихоньку будут убираться. Насколько это будет, значит, быстро или там медленно, я не знаю, сказать не могу. Вот, пока это, вот говорю, на уровне сплетен. Но это, в общем-то, логично, потому что Болгария в любом случае будет приводить свое законодательство в соответствии с законодательствами стран Шенгенской зоны. И поэтому, ну, этого и следовало ожидать. Если я, друзья, получу какую-либо информацию по этому вопросу, я обязательно сообщу об этом на своем канале. Поэтому подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий. Ну что, хотела еще поговорить с вами о вчерашнем задержании товарища Навального. Я сразу скажу, что я его поклонницей не являюсь. Я не разделяю там его вот этих вот взглядов. Но я поддерживаю его работу, которую он проводит по выявлению фактов коррупции и всяческого вот такого вот государственных всяческих злоупотреблений. Вот. В этом, этим он мне нравится, в общем-то. Но я не являюсь его поклонницей. До вчерашнего дня, как бы, я к нему относилась, ну, знаете, больше как к эпилептоиду, который вот поставил себе цель воевать с государством. Вот он этим и занимается. Воюет с государством. С ветряными мельницами, в общем-то. Вот. Но вчера произошло следующее. При задержании Алексея Навального, да, его адвокат не был к нему допущен. То есть это нарушение вообще не только международного права. Это нарушение вообще и Конституции, и всего, чего хотите. То есть власть в наглую, значит, совершила вот такое, значит, что непонятно, за что его задержали, кто его задержал, арестовали его, или это просто задержание, да. Ну, сказать, в общем-то, сложно. Поэтому тут из непоклонника, да, Алексея Навального я превратилась моментально в человека, который, в принципе, его зауважал. Почему? Потому что, ну, беспредел власти налицо. Это уже не государство, а какая-то, знаете, организованная преступная группа, которая вот творит, что хочет вообще, по беспределу причем. Не знаю, у нас, по-моему, жулики так не поступали в 90-е, как вот сейчас государство поступает со своими гражданами. Уже, знаете, терпения нету никакого. Вот. Чем это чревато для нас, да? Я думаю, что против России введут очередные санкции за вот это вот все. Ну, то есть это неприкрытое уже такое, знаете, преступное действие, которое понятно, в общем-то, всем. Вот. Сегодня министр, вернее, представитель МИДа Германии сделал все, сделал заявление, да, о том, чтобы Алексея Навального освободили немедленно. Ну, я думаю, что вряд ли его освободят немедленно. Поэтому, я думаю, что нас ждут очередные санкции. Чего это коснется? Открытие, закрытие границ, каких-то санкций против чиновников. Ну, так как люди в аэропорту, задерживающие Навального, не сказали практически ни своей должности, ни звания, никто они есть, вообще не представились, не предоставили никаких бумаг, на основании чего его задерживают, арестовывают, в качестве кого, обвиняемого, там, не знаю, свидетеля или еще кого-то. В общем, непонятно вообще ничего. Ну, я говорю, что власть себе сама вырыла могилу. Даже те люди, которые его не поддерживали, я думаю, что после вот такого беспредела начнут его поддерживать. Потому что, ну, не может государство обращаться вот так со своими гражданами. Он, в принципе, прав, да. Он гражданин Российской Федерации. И собачка по переходу улицу переходит. Он гражданин Российской Федерации. И вообще имеет право на защиту своих интересов. В том числе при помощи адвоката, который был, которая была при нем, да. Вот. Ну, я, в общем-то, возмущена такими действиями по беспределу, да, уже. Вот. Ну, все, друзья. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. До новых встреч.